всем привет с вами азбука от семантики и сегодня мы поговорим о том что такое mass following mass following это подписка на большое количество аккаунтов с целью заполучения массовой аудитории то есть фолловера используется в частности для привлечения целевого трафика на сайт мало людей часто представляет себе что такое mass following существует массовое убеждение что это все лишь упрощенная форма спамных писем то есть они же но без информационного содержания на самом деле все гораздо сложнее дело в том что mass following это целевая подписка а значит у нее есть узкая или широко направленная тематика в то время как спам это хаотичная рассылка чего-либо большому количеству пользователей вы должны четко понимать что mass following прием привлечения целевой аудитории вашего потенциального покупателя и отлично работает в целях подъема активности на аккаунтах но только если вы четко представляете себе для кого вы создаете страницу или сайт любая социальных сетей пригодных для этого инструмента продвижения имеет свои возрастные тематические и технические особенности например в социальной сети twitter успеха mass following обусловлен тем что в этой социальной сети подписчики которых вы привлекаете не требует никакой конверсии большинство людей верят правильность этого приема лишь потому что путают конверсию и активность если конверсия эта аудитория которая происходит приводит доход то активность это просто читатели случайные гости и возможно потенциальные покупатели но не действующий в данный момент запомнить запоминаете ли вы конверсию благодаря этому приему зависит только от того насколько четко вы представляете специфику сети которые собираетесь продвигать свою страницу или продукт вконтакте аудитория вконтакте своей большей части это студенты и молодежь до охват у нее довольно широкий но тем не менее конверсия данной сети будет низкой то какой то и социальной группы нет своего дохода несмотря на это есть широкий выбор тематик что хорошо для различного специфического продукта instagram в инстаграме в отличие от вконтакте сложнее с тематиками чаще всего здесь едят барышни а значит наиболее успешными будут различные женские тематики зато на данный момент это наиболее удобная для масс фоллоуинга сеть здесь этот прием так радует что плотно сращивается с масс лайкингом то есть пролакиванием пользователи с целью взаимного лайка facebook facebook идеален для выхода на международный формат привлечение аудитории из различных стран необходимо для расширения вашего дела или информационного сайта twitter twitter очень хорош для различного рода информационных каналов и как вспомогательный элемент к основным каналам других социальных сетях в коммерческом смысле он почти непригоден так как имеет формат то скорее интернет сми чем социальной сети одноклассники аудитория одноклассников это сплошь люди постарше это социальная сеть хорошо всего того что почти каждый из ее пользователей имеет свой доход но при этом тематика очень ограничена интересами старшего поколения перед применением данного инструмента по движению следует хорошо структурировать сайт по страницу которую вы хотите продвигать вы должны ответить себе на ряд следующих вопросов кому кому нужно то что вы делаете кто это купит или будет читать что что конкретно какие тематики вы будете продвигать на какие рычаги вы будете давить какие товары выставлять в открытые разделы а какие скрывать подметками каким образом какую социальной сети вы будете использовать и если вы будете использовать все сразу то оценить целевой аудиторию из каждой сетей однако помните что что сами по себе mass following не будет работать если вы не будете отдельно думать о контенте вашего сайта страницы существует ряд популярных методов ручно этот метод кажется долгим и мутором но он крайне пригоден для вип-сегмента рынка есть информация или товар который вы предпочитаете имеют узкую тематику или специфической области то пригодным будет искать клиентов ручную причем не только фоловить их но и заводить разговор предлагая свой узкоспециализированный продукт или информационный сайт с помощью сервисов и программ мазфолвинга по сути сервисы и программы для following это одно и то же только сервисы мазфолвинга это сайты которые предлагают за раз получить большое количество подписчиков а программы это написанные для компьютера вспомогательные приложения сервисы как и программы пригодны для того чтобы за раз получать до 1000 подписчиков и не требует особых затрат такие сервисы программы часто предлагают и мастлайкинг вместо с для того, чтобы достичь более продвинутого результата. Наиболее популярные сервисы – Толеграм, Инстаплюс, Фанинста и т.д. Все их легко найти на Гугле или Яндексе с помощью тематического запроса. Вне зависимости от того, какой способ вы выберете, нужно учитывать специфику. Для того, чтобы зафоловить большое количество людей, нужно сначала понять, по какому принципу их отбирать. Программа, упрощающая масс-фолловинг, включает в себя широкую подборку необходимых для поиска функций, но все равно имеет ряд особенностей. Для того, чтобы найти пользователей, которые являются вашими потенциальными подписчиками, нужно использовать раздел «На кого еще подписаться». Этот раздел позволяет вам найти пользователей со схожими интересами, как и у тех, которых вы уже зафоловили. Довольно удобно, так как у большинства социальных сетей продвинутая система отбора подобных аккаунтов. Лента рекомендуемых пользователей. Эта лента, если и не подкинет вам потенциальных читателей, то точно даст ссылки на аккаунты со схожей тематикой, что позволит вам или использовать подписчиков чужих аккаунтов не очень честно, или оценивать успешность вашего рынка. Хештеги вы должны определять наиболее успешные для ваших постов, а затем пройти по ним и фоловить всех пользователей, которые их используют. Это даст хорошую тематическую подборку пользователей. Геолокация используется, если вам важна привязка к месту. Выберите геолокацию и фоловьте всех пользователей, которые отметили себя на ней. Используя эти методы отбора пользователей, вы получите узкую тематическую подборку людей, которым действительно интересен ваш сайт или ваша продукция. Сервисы и программы не требуют ручного отбора пользователей. Перед началом их работы вы просто указываете необходимую тематику, хештеги, спектр интересов и другое. Более того, они предлагают такую услугу, как unfollowing, отписка или удаление из друзей людей, которые на вас не подписались. Это удобно, но так как эти сервисы и фолловят людей очень массово, то следует проверить некоторую осторожность. Чтобы ваш аккаунт не оказался забаненным за подозрительную активность, нужно использовать следующие принципы. Если у вас новый аккаунт, совершайте не более 50 подписок или друзей в день. Можно прибавить лайки, но тоже не более 50. Со второй и третьей недели аккаунта наращиваем плюс 50 подписок ежедневно и так по нарастающей. Несколько месяцев. Плюс 200 подписчиков или лайков ежедневно. Полгода, без ограничений. Но не более 1000-1500 лайков или фолловеров в сутки. Используя эти методы, вы избежите излишней активности на вашей странице или сайте и получите большое количество заинтересованных вас фолловеров. Исходя из вышеперечисленного, можно понять, что масс-фолловинг – это сильный инструмент в продвижении своей страницы или сайта. И если использовать его вдумчиво и осторожно, то можно добиться высоких результатов. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.